Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. 12 лет в браке, в браке родилось трое детей, младшим из которых на днях исполняется год. Каждый ребенок запланирован. Перед новым годом узналось, что супруг мне изменяет. На протяжении полжизни супручества он посещал один-два раза в месяц девушек легкого поведения. Клянется, что больше никогда не хочет меня отпускать и разводиться. Что как любил, так и любит. Поэтому выбор пал на них. Никаких чувств, просто удовлетворение своих желаний. Видимых проблем не было. Говорить, что все вам не устраивает, скрытых сексуальных наклонностей желаний нет. Конечно, я не верю, но хочу поверить. Не знаю, как быть. Ну, давайте мы условно разделим. Мой ответ на несколько частей. Вот. Первая часть будет касаться, вероятно, того, что в любом случае измена. То, что вы узнали. В любом случае, это травма для вас и переживание ваших эмоций, да, ваших чувств сейчас. То, что вы сейчас чувствуете, да, то, что вы сейчас ощущаете, это нормально. То есть нормально испытывать вот те чувства, которые у вас есть. Нормально испытывать какое-то разочарование, да, нормально испытывать боль, нормально испытывать обиду, нормально испытывать вот какое-то недоверие и так далее. То есть это все нормально, абсолютно, это все абсолютно нормально, то, что вы испытываете, вот. И я думаю, что вот, ну, на мой взгляд, лучшее, что вы можете для себя сделать в этой ситуации, это позволит себе вот, ну, болеть, да, позволит себе, позволит себе проживать этот момент, потому что, ну, вам в этом смысле действительно тяжело, и в этом смысле это действительно серьезное потрясение, вот. Которое, на мой взгляд, значит, необходимо прожить, вот, чтобы оно вас не беспокоило дальнейшем, чтобы не было отколовков, чтобы не было какой-то, ну, какой-то боли, да, чтобы не было влияния на вашу, вот, скажем так, модель поведения. Вот, это, это первый, это первый момент. И второй момент, второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что вот мои ощущения, которые возникли после прочтения вашего сообщения, они таковы, что у вас с вашим супругом как будто бы отсутствует доверие. То есть, ну, он, супруг в смысле, пытается убедить, убедить вас сейчас, что все дело только в нем. Что это он просто должен удовлетворять свое желание и так далее. Но, это, в это слабо верится, потому что он от вас это скрывал, и он это делал, ну, систематично. Вот, это означает, что человек не доверился вам, это означает, что человек не сказал, что, вот, ну, слушай, вот, вот у меня есть вот такие, ну, такие, не знаю, такие попребности, да, у меня есть вот такие желания, да, и вот, вот, как мы будем, ну, с этим, ну, взаимодействовать, да, то есть, как мы будем с этим обращаться, вот. Это означает, что между вами нет доверия в полной мере, а это, в свою очередь, означает, что ваши отношения выстроены во многом в контексте семьи, возможно. То есть, это означает, что ваши отношения, возможно, выстроены только в, значит, в перспективе, только в контексте, в контексте семьи, в контексте, ну, в выполнении, вот, значит, значит, каких-то супружеских обязанностей, да, вот, и, в общем-то, за эти пределы, если угодно, вы, вероятно, не выходите, то есть, вероятно, вы не очень предоставляете своего супруга, да, вероятно, вы не так сильно и не так много им, ну, интересовались, да, вот, то есть, это может быть такое. Очень важно здесь то, как вы справляетесь с конфликтами, которые возникают, которые, ну, естественным образом возникают в любых отношениях, вот. То есть, если у вас случаются конфликты, да, как вы с ними обращаетесь, с этими конфликтами, вот, как вы их, ну, как вы их проживаете, эти конфликты, да, вот. Нет ли, нет ли такого, что вы стараетесь, там, допустим, ну, как-то их замалчивать, например, да, или там, как-то вот подавлять их и так далее. То есть, это вот все такие очень важные вещи, на мой взгляд, на которые необходимо обратить внимание, потому что можно, конечно, постараться убедить себя в том, что дело только в нем, но вы человеку не верите, и то, что вы человеку не верите, это, на мой взгляд, оправданно, потому что сейчас человек это делает, ну, на мой взгляд, сейчас человек это делает, потому что действительно, на самом деле не хочет вас терять, на самом деле не хочет с вами разводиться. Ваш муж, он действительно может вас любить, ваш муж действительно может вам дорожить, вот, но при этом, если, если полностью он, как личность, с вами, с вами не раскрывается, вот, то это может порождать, вот, такие вот, конечно, эпизоды, да, вот, эпизоды, которые, ну, потом просто, вот, приводят к таким, вот, достаточно сильным потрясениям, вот, потому что, ну, наверное, все, все тайное, да, наверное, становится явным, рано или поздно, и скрыть, скрыть что-то, вот, на постоянной основе, наверное, невозможно, вот, вы говорите о том, что человек, значит, делал это, значит, как-то вот, половину вашей, 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 вашей жизни, вот, я думаю, что за такой большой срок, вы, скорее всего, ну, подсознательно, чувствовали, что, вот, что-то такое, ну, что-то такое происходит, вот, ну, вероятно, вы предпочитали этого не замечать, не замечать, вот, так очень часто делают спруки, да, то есть, чувствуют, что что-то меняется, но, вон, делают вид, что ничего не происходит, да, дабы, вот, ну, как-то сохранить, вот, эту вот, какую-то видимость, ну, видимость стабильности, да, видимость благополучия, вот, ну, вряд ли можно, вряд ли можно кого-то за это винить, да, то есть, ну, человек хочет, чтобы, вот, чтобы было, ну, хорошо, ну, что ж, тут вот по делу, вот, просто, после того, как вы проживете, вот, травму, да, то есть, после того, как вас, вас она немножечко отпускает, вы просто, ну, проживете, вот, свою боль, вот, и решите, например, что вам дальше делать, вот, я думаю, что нужная ситуация, которая произошла, подходить максимально все сторони, во-первых, как и чем вас эта ситуация задевает, это первое, то есть, как она принижает, обесценивает вас, да, очень важный момент, потому что, больше всего болезненности именно в этом, в том, что вас эта ситуация задевает, как-то, вот, и второе, это вот, по-взрослому воспринять эту ситуацию как, ну, в случае, если вы захотите сохранить брак, то воспринять эту ситуацию как возможность для того, чтобы сделать ваши отношения лучшим, чтобы сделать их более зрелыми, чтобы сделать их более доверительными, более открытыми, вот, более, скажем так, чувственными, вот, и так далее. Это очень часто бывает так, что с течением супружеской жизни, да, то есть, ну, даже не супружеской, а вот, просто когда люди имеют какой-то свой организованный быт, да, это касается даже друзей, это касается даже знакомых, вот, которых, которые, ну, периодически вместе что-то делают. У людей появляется некий шаблон действий по отношению друг к другу, вот, и очень часто у кого-то из взаимодействующих сторон, или у одного, или у обоих, или если людей больше, то у всех, вот, возникает такое ощущение, что если я предложу что-то новое, да, если я скажу что-то для себя нехарактерное, да, ну, там, вот, свои потребности нехарактерные, непривычные выразил, вот, это будет воспринято как-то, ну, в штыки, в штыки, как-то негативно, негативно, вот. То есть человек, по сути, испытывает, ну, чувство, не знаю, чувство, чувство стыда, например, да, вот. И это очень часто является тем самым ограничивающим фактором, который приводит к неудовлетворенности. а, ну, по итогу, человек, такого, это не, эээ, что-то, такое, вот, ужасно, я не думаю, что, за это нужно, что-то, грубо говоря, винить вас, например, или нужно винить вашего мужа. Я думаю, что вы просто, ну, вот, оказались в такой ситуации, вот. А в ситуации неприятной, конечно, вне всякого сомнения. Ну, вот, эээ, когда вы спрашиваете о том, не знаете, как быть, да, вот, то не знаете, как быть, чтобы что, не знаете, как быть, ээ, для чего. То есть, какая цель-то у вас по итогу, вот. Как сказал мой коллега, да, за вас мы не решим. Мы не можем и не хотим за вас решать, вот. Поэтому, смотрите, как вам хочется. Вот. Вот. Я рекомендую не спешить и рекомендую прямо сейчас определить, вот, эээ, свои, эээ, собственные, эээ, эээ, эмоции, да, от того, что вы, там, чувствуете и хотите по отношению к мужу. Вот. Эээ, с этим, с этим. У вас сейчас по вполне понятным причинам могут быть проблемы. То есть не хотите сейчас быть, значит, с мужем, да, вот, не хотите сейчас всем одействовать с ним, не хотите сейчас делать что-то для него. Это абсолютная норма, абсолютная норма, вот, поэтому не заставляйте себя сейчас что-то делать, да, вот, не требуйте от себя чего-то, чего вам не хотелось бы, а наоборот, уделайте внимание себе, возможно, у вас как раз таки есть такая тенденция, что вы склонны, вот, ставить себя не на первое место, вот. И именно поэтому, на мой взгляд, эта ситуация и произошла. Как бы неприятно, ну, как бы, вот, неприятно, может быть, не звучало то, о чем я сейчас говорю. На этом всё, я надеюсь, что вам это было как минимум интересно и полезно, вот. Я желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью, вот, надеюсь, что мой ответ позволил вам стимулировать базовые постулаты для психотерапии, вам оно необходимо сейчас, вот, сначала вам, потом вам вместе с мужем, вот. Желаю вам всего самого доброго, хорошего, обращайтесь за помощью.